Тема неплатежей за коммуналку остается по-прежнему актуальной. Те, кто попадает в долговую яму по причине систематической неуплаты, на себе прочувствовали всю серьезность ситуации. Хронических неплательщиков после всевозможных увещеваний из судов попросту выселяют из занимаемого помещения, даже если оно находится в собственности. Об этом мы не раз рассказывали в наших передачах. И это самая жесткая мера по отношению к должникам. Но сначала специалисты ЖРЭУ к тем, у кого образовывается задолженность за два месяца, применяют меры профилактического воздействия. Просто напоминают о своевременной уплате за услуги. Когда же долги накатываются как снежный ком, меры применяют другие. Если допускается задолженность, применяется первая мера – это отключение некоторых видов услуг. Это электроэнергия, либо водоснабжение. Если должники допускают задолженность свыше шести месяцев, уже идет подготовка документов в суд. Если это касается арендного, либо социального жилого помещения, то идет выселение с предоставлением либо менее занимаемого жилого помещения, а также уступающий по своим характеристикам. Если касаемо общежития, выселяется без предоставления жилого помещения. Если жилье в собственности, то начинается процедура понуждения к отчуждению. Это значит, что квартиру или дом продадут без согласия собственника, а средства пойдут на погашение долга. До этой крайней меры должнику в различной форме напоминают о необходимости уплаты за потребленные коммунальные услуги. С помощью нотариусов оформляют исполнительные надписи, а если долги превышают полгода, тогда за дело берутся отделы принудительного исполнения. К данным гражданам широко применяются следующие меры принудительного характера. Это арест наличных денежных средств, которые находятся при должнике, имущество находящихся у граждан, все следующие их изъятия и реализации. Арест денежных средств, находящихся на счетах и вкладах, обращение взыскания посредством АИС-ИДО. Ну и соответственно это обращение на заработную плату, приравенные к ней доходы. Сюда же относятся стипендии и пенсии. Для хронических должников вводят ограничения на выезд из страны, на право управления транспортом, запрет на посещение горных заведений. Кроме того, им запрещено распоряжаться своим имуществом, на которое наложен арест. Довольно часто при проведении подобных совместных рейдов должников дома не оказывается. Им оставляют специальный документ, по которому нужно обратиться в ОПИ. Иногда удается лично побеседовать с квартиросъемщиками. На данный момент у вас должность составляет 533 рубля. Если в течение месяца вы не погасите, будет идти вопрос о выселении вас из занимаемого жилого помещения, через суд. Был долг, потому что раньше я выпивала. За квартиру я не следила. А сейчас? А сейчас я уже год и 8 месяцев не пью. У меня главное сейчас на пути – это дети. Ради них я живу и ради всего этого. Так а самостоятельно вы начните носить? Ну вот все, я сейчас все погашу. К слову, сумма пени у этой должницы, как, впрочем, и у многих других, гораздо выше основного долга. Имея на иждивение двух несовершеннолетних детей, многодетная мать после уплаты долга при подаче пакета документов может рассчитывать на списание начисленной пени. Но не всегда выходит такой конструктивный диалог с теми, к кому пришли описывать имущество. Негатив со стороны граждан присутствует. Не всегда люди, скажем, адекватно понимают происходящее. Не всегда они понимают, что мы выполняем свою работу. Не всегда люди хотят нести ответственность по своим долгам. На территории города Пинска в 2024 году имеются два случая привлечения к уголовной ответственности граждан за препятствие исполнения трудовой деятельности судебных исполнителей. Вот так гражданско-правовые отношения могут вылиться в уголовное дело. Чтобы такого не произошло, нужно лишь вовремя платить за услуги. А при наличии задолженности стараться как можно быстрее ее погасить. Иначе можно лишиться недвижимости. Совсем недавно с молотка ушли три квартиры по улице Бреской, 11 в счет погашения крупного долга. Их собственник в общей сложности задолжал почти 120 тысяч рублей. Чтобы не попасть в список должников, граждане должны не позднее 25 числа каждого месяца проводить оплату за жилищно-коммунальные услуги и за оплату жилым помещением. В данный момент населению предоставлена такая возможность, как оплата за коммунальные услуги не только через отделение почты и банка, а также посредством интернета и М-банкинга с любой точки мира с банковских карт.